Подобные надписи на фасадах сейчас можно заметить в любой части областного центра. По сути, это рекламное объявление о продаже синтетических наркотиков. Как говорят сотрудники УФСКН, курительные смеси намного дешевле марихуаны и потому пользуются популярностью у студентов или даже старших школьников. Недавно добровольцы совместно с наркополицейскими начали проводить совместные рейды и удалять эти нехорошие объявления с фасадов домов. Данная акция проводится уже давно и, собственно, представителями группы «Стоп наркотик». Но мы решили эту акцию умодернизировать, то есть систематизировать наши действия. Закрашивание надписей с рекламой наркотических средств будет проводиться раз в месяц. И через какое-то время будем проверять, появляются эти надписи или нет, и устранять их. То есть без контроля мы эту ситуацию расставлять не будем. Не секрет, что чаще всего целевой аудиторией становится для распространения таких веществ именно молодежь. Если проанализировать ситуацию с нанесением таких предложений, то они чаще всего размещаются недалеко от высших учебных заведений, в месте компактного проведения досуга молодежи. Ну, как мы сегодня и видим. Естественно, что в нашем городе существуют здоровые силы среди молодежных общественных организаций, готовых заниматься на добровольческой основе такой работы. И сегодня, как я сказал, мы проводим очередную акцию под названием «Чистые стены». Авторов подобных надписей могут привлечь к ответственности как за вандализм, так и за незаконный оборот наркотиков. Еще, по словам полицейских, за телефонными номерами могут скрываться обычные мошенники, которые просят положить на телефон определенную сумму денег, а затем просто исчезают. Волонтеры совместно с полицейскими планируют и в дальнейшем выходить на улицы и закрашивать рекламу Спайса и других курительных смесей. Субтитры создавал DimaTorzok